На селе день рождения сельскохозяйственной. Большая ярмарка развернулась в центре города. Торговать приехали из соседних районов. Тонны овощей, свежие рыбы, молочные продукты. Всё гораздо дешевле, чем в магазинах. Купить всё, что угодно. Если есть мясо, мясо есть, картошки есть. В магазине 7,2 молока, а здесь по 35 рублей можно взять. Конечно, самым долгожданным подарком ко дню рождения стал новый ледовый дворец Тюличи-Арена. В районе более 20 команд и раньше им приходилось тренироваться на уличных хоккейных коробках. Ездить в Сабы, Пестрицы и Казань. Там холодно, замежают ноги, а здесь очень хорошо, хороший климат. Построили у нас дворец, наконец-то мы давно этого ждали. Теперь будем интенсивно здесь тренироваться, ходить, заниматься. Это не просто крытый каток и хоккейный корт. Здесь будут проводить уроки физкультуры и появится прокат коньков. Также предназначен он для проведения тренировок по шорт-треку и фигурному катанию. Реализуется большая, очень масштабная государственная программа по строительству ледовых дворцов, дворцов спорта, бассейнов, всей спортивной инфраструктуры, необходимой не только для спорта высших недостужений, но и для массового спорта. Но это не все. Вот у вас спортивный комплекс, вот у вас хоккейный дворец. В марте мы договорились, бассейн будет, футбольный манеж, вот сейчас снег строят, конный манеж у вас есть. Но я считаю, что по оснащенности вы являетесь одними из самых лучших в нашей республике. 76 соревнований за год, 86 спортобъектов. О будущем спортивном кластере района гостям рассказали подробнее. После введения всех объектов в эксплуатацию, тюличинцы получат возможность круглогодично заниматься разными видами спорта.